Каждый из нас по-своему реагирует на те или иные ситуации. Кто-то принимает все как должное, кто-то начинает отчаянно бороться с обстоятельствами, а третий сразу же готовый развернуть агрессивную борьбу с раздражителями. Но мало кто задумывается, что поведение в критические моменты диктует не только характер, но и принадлежность к определенному знаку зодиака. Как каждый из них будет реагировать на брань в свою сторону? Обрушится ответными оскорблениями или зальется горькими слезами? Овны. По традиции стоит начать с первого представителя зодиакального круга Овна. Природное упорство и напористость не сможет дать Овну спокойно снести нападки обидчика, поэтому он непременно нанесет ответный удар, причем от словесной перепалки до жестокой драки может пройти минуты 3-4. И вот тут уж Рогатова не остановить, поэтому астрологи настаивают на том, что Овнов обижать не стоит, так как закончиться все может очень плачевно. Тельцы. Не менее упертый знак, чем предыдущий, но он имеет более обширный запас терпения, что дает возможность обидчику вовремя остановиться и ретироваться. Но если последний решит идти до конца, то он рискует встретить настоящую мощную агрессию Тельца, которая может вылиться в моральное уничтожение задиристого оппонента, серьезную драку. Тельцы дружим любны и обходительны с теми, кто положительно настроен к ним, но с агрессорами могут разделаться в два счета. Близнецы. Двоякая натура данного знака с одной стороны заставляет их злиться на обидчика, а с другой вовсю кричит, что нет смысла вступать в открытый конфликт. Поэтому близнецы предпочитают покинуть поле боя до начала самого противостояния, так как не считают нужным тратить собственные силы и эмоции на ответную реакцию. Чтобы поддерживать представителями этого знака доверительные отношения, необходимо оценить их таланты, умения, интеллект. С теми, кто позволяет себе усомниться в вышеперечисленных способностях, близнецы предпочитают просто не общаться. Раки. О, это именно тот знак, чьим девизом может стать фраза «месть блюда, которое подают холодным». Рак очень близко воспринимает обиду, но способен не демонстрировать свои истинные эмоции. Хотя после оскорблений он будет долго анализировать произошедшее и выдумывать коварный план мести, который непременно воплотит в жизнь самым хладнокровным способом. Львы. Львы, несмотря на свой устрашающий символ, на деле настоящие шутники, способные обратить любой плевок себе в лицо в искрометную шутку, над которой еще долго будет смеяться вся честная компания. Такое поведение всегда сбивает нападающего с толку и ставит его в патовое положение. При общении со Львом нужно четко понимать, что ни одно обидное слово не способно даже всколыхнуть его королевскую самооценку. Девы. Дева никогда не смолчит на оскорбления, брошенные в ее адрес. Для резкого ответа ей, конечно, понадобится несколько минут, но когда она отойдет от шока, обязательно даст обидеть, понять, кто здесь кто. Весы. Весы всегда долго обдумывают произошедший конфликт. Они не способны вступить в открытое противостояние, но могут уколоть из-под тяжка позже, если посчитают нужным, когда обидчик расслабится и не будет ждать удара. Скорпионы. Эти люди способны найти оскорбления даже в неудачно произнесенной шутке, просто сказанной в их обществе. И если скорпиона задеть, то месть обидчику станет для них первым делом, которое он обязательно доведет до конца. Стрельцы. Пожалуй, самый безопасный представитель зодиакального круга. Данный знак, даже прямые оскорбления, может перевести в абстрактный образ и пропустить мимо ушей. Так им легче и проще жить. Козероги. Обиженный козерог – это стена. Режим игнора в сторону обидчика включается автоматически. Помимо этого, козерогу искренне жаль агрессора, чье поведение он принимает за слабость и жалкую попытку самоутвердиться. Водолеи. Высокомерие и заносчивость водолея позволяют ему без опаски высказать в лицо обидчику, что он глупец и неудачник. После своего короткого, но емкого монолога, водолей навсегда отстранится от агрессора. Рыбы. Этот знак раним и открыт. Рыбы всегда показывают обидчику истинные эмоции и стараются заставить его пожалеть о сделанном с помощью своих проникновенных, полных боли слов. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок. Ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного!